Уважаемые дамы и господа, я хочу сказать пару слов о тех книгах, которые здесь выислены. Во-первых, это Йога Васишт, чрезвычайно популярный текст Адвайтовиданте. Текст оспаривают многие ученые его происхождение. Некоторые считают, что он родился в Кашнире, другие считают, что он появился на юге. Самое интересное, что сама философская основа Йога Васишти, несмотря на то, что она считается текстом каноническим, относящимся к канону Адвайтовиданте, несет в себе очень множество философских систем других. При желании там можно увидеть буддийские мотивы, мотивы кашмирского шваинизма и множество других философских систем буддийских, которые постулируют в основе мира именно сознание, именно духовное начало, и ставят его выше любых проявлений той реальности, которая видится нами ежедневно. В этом есть определенный парадокс. Кажется, Шун Карачария однажды сказал, что нет ничего в мире более удивительного, чем Брахман. Нет ничего более банального, чем Брахман. То есть он как дерево, которое стоит у нас за окном, и мы его не замечаем и проходим мимо. Чем интересна Йога Васишти, хотя она относится к каноническим текстам Адвайтовиданте, ее жанровое, неопределенное, что это? Это эпос, это философский трактат, это все одновременно и то, и другое, и третье. Точно так же и Трипура Рахасия, хотя этот текст относится к категории шсмырки, что значит запомненное, то есть предание, священное предание. И действительно, вот в этом трактате Махатмия Камда, разделе величия богини Трипуры, много батальных сцен, множество всяких любовных треугольников и всякого такого, множество гимнов, множество мантр. Поэтому неопределенно, что это, это ведический текст, ведийский, или это текст, относящийся к категории Адам, то есть тамтр. И именно, когда я сюда приходил, у меня первый же вопрос задали, а почему вот скульптура Шинкарачари соседствует рядом с изображением богини Трипуры? Дело в том, что именно Перу Шинкарачари принадлежит трактат или там гимн, который называется Сундари Лагари, волна красоты, которая является точно так же каноническим текстом философии Шанкары и шахтизма, в котором богиня Трипура является главным божеством. Ну так вроде бы я в двух словах сказал, чтобы не спорить. Вот я, что такое веданта? Веданта буквально означает конец вед. Есть формальная часть, как бы у каждой веды, у каждой шакси, то есть ветви, направления вед. Есть слоя самгита, то есть тот корпус гимнов. Есть брахманы, то есть тексты, относящиеся к таким ритуалистическим основам, как проводить жертвоприношения и прочее, прочее. И упанишады. И вот, собственно говоря, упанишады, они и называются веданта, потому что они заканчивают веды. И первая же упанишада, которая входит в канон из 108 упанишад, канон Мухтика, ищавассия упанишад, она является и последним гимном Яджурведы. Текст в Аджисане и Сангитре. Я хочу ее прочесть, если как у меня получится. Она кратенькая, там 18 стихов всего лишь. А можно шрути выдать? Ну ладно, без шрути. Ом, пурна мада, пурна мидам, пурна, пурна мудача ты, Пурна стя пурна мада, я пурна мева ваши святы. Ом, шанти, шанти, шанти. Ом, шанти, а-ч superheroes, компания. Ом, шанти, скίζав, шанти мDam- پурна м resistа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok